Коронавирус на миллион. Формула для троллейбуса и дырка в кошельке. Как сэкономить треть на счетах за электричество? Подробности буквально через минуту. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков, мы начинаем. Соседи спрятались, иностранцев просят отсидеться и бесплатная доставка. Как страна противостоит коронавирусу? Руку на пульсе горячих новостей держит Анастасия Шевцова. Весенние каникулы, 60 минут в темноте и дорога в счастливую жизнь. Почему БелЖД раздает билеты бесплатно и у кого есть шанс сорвать куш? Новые киловатты. Кто сэкономит на электричестве и как изменит расходы белорусов атомная станция? Массовое увольнение в США, землетрясение в Хорватии и новое крылье. Боинг перезапускает скандальный 737 Макс. Тот случай, когда профилактика не будет лишней. Расскажем, как дезинфицируют бобруйские троллейбусы. А также без пяти минут ровесница века, как мэр города поздравил известного ветерана. Количество зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона и стремится к 600 тысячам. Новая эпидемия наклеяет обстановку в США и Европе. Китай же, по данным ВОЗ, впервые с момента вспышки болезни справился с ростом новых заражений. Россия приоткрыла границу, Украина напротив ушла в полную изоляцию. В Беларуси, как сообщает Минздрав, ситуация остается под контролем. Поводов для паники нет. Моя коллега Анастасия Шевцова собрала все, что известно к этой минуте. На этой неделе количество зараженных перевалило за полмиллиона. В фаворитах США, Италия и Китай. Там заболело 260 тысяч человек. От новой болезни в мире погибли 23 тысячи. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии. Более 9 тысяч случаев. В Испании почти 5. В Китае 3200 человек. В Ухане отменили карантин. Власти рекомендуют жителям пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости. Со вчерашнего дня Китай запретил въезд иностранцам с действующими визами и видами на жительство. Болезнью заразились актеры Идрис Эльба, Кристофер Хивью и Том Хэнкс, скандальный продюсер Харви Вайнштейн и народный артист Лев Лещенко. Вчера с подозрением на COVID-19 госпитализировали Игоря Крутого. Коронавирус обнаружили у принца Чарльза, а также у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В Иерусалиме из-за COVID-19 прямо перед Пасхой закрыли храм Гроба Господня. Такое решение приняли церковные лидеры Израиля и власти страны. Церковь не исключает, в случае дальнейшего распространения праздновать будут в других местах. В Ватикане на пустой площади Святого Петра с посланием к Граду и Миру выступил Папа Римский. Обычно молитву Урби Эд Орби понтифик произносит на Рождество и Католическую Пасху. На этот раз он зачитал ее из-за пандемии коронавируса. Россия приоткрыла границы для белорусов, но с условием. Въехать в страну-соседку могут лишь близкие родственники, супруги, родители и дети. Также президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочий. Гастрономы и аптеки продолжат работу в штатном режиме. Украина продлила карантин. Теперь ее границы закрыты не только для иностранцев, но и для своих. Сейчас там 310 заболевших. Олимпиады в этом году не будет. Коронавирус поставила на паузу все мировые спортивные соревнования. Перенесли Евро-2020. Популярность, однако, поймал отечественный спорт. За белорусскими матчами сейчас наблюдает весь мир. Права на трансляцию чемпионата Беларуси купил российский канал «Матч ТВ» и украинский «Спорт-1». Европейцы смотрят прямые трансляции в интернете. Минздрав открыл благотворительный счет для помощи борьбы с заразой. На собранные деньги закупят оборудование для лабораторной диагностики COVID-19, тесты, защитные средства и лекарства. На этой неделе в Беларуси стартовала акция в помощь пенсионерам и инвалидам. Им бесплатно доставят продукты питания и лекарства. А помогают в этом волонтеры и сотрудники территориальных центров социального обслуживания. В стороне не остался и Бобруйск. Услугу оказывают в двух районах города. Это очень хорошее дело. Это очень приятно. И буду рассказывать своим друзьям и подругам, что есть такая служба. И эта служба очень успешно работает. Ну и, конечно, спасибо им большое. Услуга, заверяют чиновники, пользуется популярностью по всей стране. Только в Гродненской области обслужили свыше 600 человек. В Бобруйске пока ажиотажа нет. Принято лишь 10 звонков. На человеку говорят имя, фамилия, отчество волонтера, который к нему придет. Или сотрудника территориального центра. Сотрудники территориального центра приходят с документом, удостоверяющим личность. Что исключает, в принципе, факты каких-то проникновений непонятных лиц. В центрах проконсультируют и по вопросам, не касающихся доставки. К примеру, оплаты кредита или получения пенсии. Ни один из звонков не останется без ответа. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Водители против эпидемии. Маршрутные перевозчики в Минске объявили войну коронавирусу. К поручням приклеены бутылки с антисептиком. В салоне имеются антибактериальные санфетки. Дезинфекция проводится минимум три раза в день. В машинах установлены сменные угольные фильтры. На страже безопасности стоят и бобруйские транспортники. Троллейбусы и автобусы в городе обрабатывают спецсредствами каждый день. Максим Кембель посмотрел, как все это работает. Минимум два раза в день. Бобруйские троллейбусы теперь дезинфицируют перед выходом на линию и в конце смены. Администрация парка следует рекомендациям Минздрава. На салон уходит около 10 минут и полтора литра раствора. Когда троллейбусы в рабочее время, это вот в дневную смену, значит, перед тем, как зайти на ежедневный ремонт или ТР, значит, обрабатываются перед мойкой. Происходит обработка полидезом. Пандемия коронавируса серьезно изменила правила игры. Если раньше генеральную уборку проводили раз в месяц, полпоручни и сиденья троллейбуса протирали смесью воды и ветоши, теперь работников парка от греха подальше экипировали защитными костюмами, масками и перчатками. Я считаю, что, на мой взгляд, это полезно проводить такую дезинфекцию салона троллейбусов, так как в сезон простудных заболеваний, и не только мы должны, мы должны все даботиться о наших жителях-бабрычанах, которые ездят в нашем троллейбусе. После того, как машину продезинфицировали внутри и снаружи, остается последний штрих. Салон обрабатывают чистой водой. Теперь троллейбус готов выйти на линию. Для водителей в троллейбусном парке и на всех конечных остановках повесили дозаторы с антисептиком. Также противостоят распространению коронавируса в Могилеве. В столице весь общественный транспорт и вовсе драет после каждого маршрута. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Как на эпидемию среагировали Бобруйские кинотеатры, спросим у специального гостя эфира. Марина Савицкая, директор Куб Бобруйский кино, уже в нашей студии. Спасибо, что нашли время. Весь мир борется с новым вызовом к коронавирусам. Как к этому готовятся Бобруйские кинотеатры? Здесь, конечно же, хотелось успокоить наших любимых зрителей и сказать о том, что кинотеатры нашего города полностью готовы обеспечить безопасность наших посетителей. Для этого на контролях кинотеатра установлены специальные антибактериальные средства. Влажная уборка проводится гораздо чаще с дополнительными графиками. Проветриваются помещения, обрабатываются подлокотники, кресел. Хотелось бы отметить, что очки, которые используют наши посетители для просмотра фильма в 3D формате, также проходят специальную обработку в специальных моечных машинах, где они проходят все стадии обработки от мойки до ополаскивания и обеззараживания. Потом, в качестве дополнительной меры безопасности, мы еще раз обрабатываем их специальными средствами. То есть, можно сказать, что все предметы, которые подлежат прикосновению либо контакту с человеком, на сегодняшний момент проходят тщательную обработку? Безусловно, да, это так. Поэтому мы призываем не бояться ходить к нам в кинотеатры. В связи с этим отменяются ли сеансы и вообще в каком режиме работают бобруйские кинотеатры? Бобруйские кинотеатры работают в штатном режиме. Никаких изменений по работе кинотеатров нет. Но, к сожалению, хотелось бы отметить, что в связи со сложившейся обстановкой из проката ушли заявленные фильмы на апрель месяц. Это «Новые мутанты» и «Черная вдова». Их старт перенесен на неопределенное время. А что сейчас мы можем увидеть в кинотеатре? Сейчас в кинотеатре с апреля месяца мы можем увидеть новый фильм «Стрельцов», который выйдет в 2D 16 апреля. «Спутник», очень интересный фильм, стартует в кинотеатре «Товарищ» 23 апреля. Также ожидаем в прокат фильм «Убийство по открыткам» для любителей ужасов. Со 2 по 8 апреля выходит в прокат фильм «Туннель», тоже ожидаемый фильм. «Морские паразиты», который выйдет в 2D с 9 по 15 апреля. То есть, как мы видим, фильмов вполне достаточно на разную абсолютно категорию, но уходят мировые новинки. В связи с этим вопрос, уменьшилось ли количество зрителей в кинотеатрах? Да, тут, к сожалению, хотелось бы отметить, что по сравнению с 2019 годом за март месяц, порядка 2000 зрителей мы недосчитались в этом году. То есть, люди все-таки перестраховываются и, скажем так, меньше ходят в кинотеатр? Ну, здесь тоже хотелось бы отметить, что это составляет 10% от количества зрителей с того года. То есть, процент как бы небольшой. Может быть, это больше связано с тем, что заявленные фильмы просто кинопрокатчики забрали с проката. Хорошо. А вот раз уж сложилась такая ситуация, какие фильмы в апреле мы не сможем увидеть в кинотеатрах? В апреле месяце мы не сможем увидеть заявленные фильмы, как «Новые мутанты» и «Черная вдова». Тоже такие ожидаемые рейтинговые фильмы, которые заявлялись на апрель месяце. Хорошо. Еще такой вопрос. Закупается ли новое оборудование для кинотеатров и обновляется ли материально-техническая бата? А вообще, что новенького мы можем увидеть у нас в кинотеатрах? Ну, здесь часто задают нам такой вопрос, что на углу кинотеатра «Товарищ», улица Интернациональная и Советская, появился новый светодиодный LED-экран. И нам звонят и спрашивают, с какой целью мы его поставили. Ну, здесь хотелось бы ответить всем, что в первую очередь, конечно, мы его поставили для того, чтобы рекламировать свои трейлеры и фильмы. И мы также его закупили в качестве рекламы, для демонстрации рекламных роликов. Кроме LED-экрана? Ну, здесь хотелось бы, конечно, рассказать про кинотеатр «Мир». Для того, чтобы дети, приходя с родителями в наш кинотеатр, имели возможность где-то отдохнуть, посидеть. Мы внедрили туда игровую консоль, которая пользуется большой популярностью у наших маленьких юных зрителей. Но они приходят туда и весело проводят там время. У них есть большой выбор игр. Они общаются, играют. И тем самым мы разнообразили их отдых. То есть не только кино, но и интерактивные игры. Хорошо. Такой вопрос еще по, скажем так, санитарным мерам. Во многих кинотеатрах приняли такое решение, что зрители не садятся рядом. То есть есть определенное пространство, то есть, допустим, место от места, а длины еще, скажем так, порядка двумя метрами. Есть ли у нас в кинотеатрах такая практика? У нас такая практика используется. В том числе даны указания кассирам рассаживать посетителей в шахматном порядке. То есть это действительно позволяет обезопаситься от эпидемии. То есть, кроме всего прочего, нету прямого соприкосновения людей? Нету контакта. Вот кроме технических новинок, есть ли какие-нибудь новые формы работы, которые вы внедряете в кинотеатрах? Да, здесь есть чем похвастаться. В марте месяца этого года мы внедрили такую киноакцию «Старое доброе кино». Каждую среду в кинотеатре «Мир» в 4 часа. У нас есть специальный видеозал, и там собираются люди старшего поколения, наши ветераны, которые приходят не одни, приходят со своими женами, супругами и смотрят фильмы. Перед фильмами мы обязательно проводим презентацию, рассказываем им интересные факты о фильмах, об актерах. Но вот этот новый вид услуг пользуется спросом и большой популярностью. То есть, несмотря ни на какую ситуацию, можно сказать, что со всеми мерами предосторожности Бобруйский кинотеатр активно продолжает свою дальнейшую работу. Да, здесь можно даже похвастаться, что у нас есть постоянные зрители в этой части. Ну что ж, будем наблюдать. О работе кинотеатров города в новых условиях нам рассказала Марина Савицкая, директор Куб Бобруйский кино. Спасибо большое. Прямо сейчас с другим темом. Беларусь и Россия создадут общую базу невыездных. В МВД пообещали закончить работу к 1 апреля. Накануне ведомства обменялись топ-листами. Теперь данные объединят. База, как сообщается, опубликована на сайте. Без света, зеленый марафон и подарки ветеранам. Далее обзор самых заметных событий в стране. В темноте на 60 минут. Беларусь присоединилась к международной акции «Час земли». Флэшмоб традиционно проходит в последнюю субботу марта. Синевкой с 8.30 до 9.30 вечера погасла подсветка зданий. Стартовала неделя лесов. Посадить дерево может каждый, ограничений нет. Для этого надо приехать в ближайший лесхоз. Инвентарь и саженцы выдают бесплатно. Из-за теплой весны зеленый марафон начался раньше обычного. Выйти из тени. Акция «Не будь невидимкой на дороге» шагает по стране. Оперативники в очередной раз напоминают. ПДД – правила жизни. И рекомендуют ночью носить фликеры или светлые жилеты. Больше полутора тысяч школьных лагерей откроются на весенних каникулах. С детьми будут заниматься педагоги. Читать, развлекаться в интерактивные настольные игры, проводить викторины. Учителям доверили следить, чтобы мальчики и девочки после улицы тщательно мыли руки. Посмотреть парад на Красной площади или махнуть в путешествие по Синеокой. БелЖД дарит ветеранам Великой Отечественной войны билеты в любую точку союзного государства. Указ подписал президент Александр Лукашенко. Заслуженные победители и сопровождающие могут ехать в купе. Сервис бесплатный, услуга доступна с 1 по 17 мая. За белорусским чемпионатом по футболу следят по всему миру. Права на трансляцию уже купили главные спортивные телеканалы Украины и России. Турниры в других странах отменили или перенесли из-за пандемии коронавируса. Второй тур первенства страны завершился сегодня. БелАЭС готова принять ядерное топливо на 95%. Об этом сообщили в Госатомнадзоре. Доставит уран уже в апреле. Станция, как сообщается, должна заработать до конца года. Запуск первого и второго энергоблоков позволит Синеокой значительно сократить закупку природного газа, уменьшить парниковые выбросы в атмосферу. БелАЭС будет вырабатывать четверть необходимого в стране электричества. Эксперты сходятся в одном. После ввода станции в эксплуатацию белорусы станут потреблять больше киловатт. Накануне подписан указ о беспошлином ввозе электромобилей, включающий десятки бонусов. Среди них бесплатная парковка. Дифференцированные энерготарифы работают в стране без малого год. Максим Кембель уверяет в плюсе не только те, кто стирает и готовит по ночам. Копейка рубль бережет. Обладателям электрических счетчиков предлагают платить за свет по-новому. Дифференцированные тарифы почти наверняка золотают дыры в кошельке. При этом подключить услугу можно бесплатно. Белорусам доступно три тарифа. Одна ставка 24 на 7. Так считают плату за электричество подавляющему большинству. Цена для квартиры с газовой плитой 17 копеек за киловатт. У владельца электроплиты чуть меньше 14 копеек. По двойной ставке хозяева газовой плиты раскошеливаются по 12 копеек в час с 10 до 5 вечера. Все остальное время платят 34 копейки. Для электрики 10 и 29 копеек соответственно. Тройная ставка. Ее эксперты называют самой привлекательной. Если считать сумму, можно платить за свет чуть ли не в три раза меньше. С 11 вечера до 6 утра киловатт для квартиры с газовой плитой стоит 10 копеек. В час пик с 5 до 11 вечера – 31 копейку. Зато с 6 утра и до 17.00 сразу в три раза дешевле. Всего 12 копеек за киловатт. Такие же пропорции для домов с электроплитами. На основании заявления энергоснабжающая организация проведет параметризацию электронного прибора учета и внесет изменения в договор электроснабжения. Если у абонента установлен индукционный счетчик, то ему необходимо приобрести электронный или дождаться, когда его заменит энергоснабжающая организация в рамках программы модернизации. Тройной тариф только на слух напоминает задачку по высшей математике. Чтобы разобраться в деталях, можно проконсультироваться у инженеров бобруйских электрических сетей. Сейчас на дифференцированную плату в городе перешли всего 100 человек. Из них 71 абонент рассчитывается по двум временным периодам. 27 абонентов рассчитывается по трем временным периодам. Светлана Белавская хочет подключить тройной тариф. Дома стоит электроблита. Женщина посчитала, только на стиральной машине, пылесосе, утюге и прочей бытовой технике сэкономит до 5 рублей в месяц. Главное – пользоваться приборами с 11 вечера до 6 утра. Чтобы не мешать соседям, можно стирать, готовить и убирать в первую половину дня. Тогда удастся сберечь около 3,5 рублей. Мы приобрели в последнее время много техники для того, чтобы легче было жить инвалиду. Например, посудомоечную машину, стиральную уже давно. И поэтому маме не составит труда нажать кнопку и проконтролировать сам процесс. Но уже вечером я, когда приду, мы доведем до конца эти процессы, повесить стирку. А само электричество можно расходовать днем по более дешевому тарифу. Выходные и праздники – минимальная ставка. Бонус доступен только тем, кто платит по тарифам. Перейти на дифференцированный счет первый раз можно бесплатно. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Китайский ответ пандемии – рекордная безработица в США. И дорогое яблоко. Капитализация Apple превысила триллион долларов. Далее обзор самых заметных новостей из-за рубежа. Китай возрождается после эпидемии. В стране за минувшую неделю зарегистрировано рекордно низкое число новых заражений. Власти отменили ограничения на въезд и выезд из провинции Хубей, ставшей одним из эпицентров коронавируса. Метрополиты Нухани откуда пошло распространение COVID-19 уже возобновило работу после двухмесячной остановки. Особой популярностью пользуются парки и ботанические сады. Во время землетрясения в Загребе в минувшее воскресенье пострадали 17 человек. Такого в столице Хорватии не испытывали почти полтора столетия. Повреждены и разрушены сотни зданий. Рухнул один из шпилей знаменитого собора Вознесения. Его уже восстанавливали после подземных толчков в конце 19 века. Пострадали десятки авто. Материальный ущерб от стихийного бедствия власти страны пока не оценили. За последнее время уровень безработицы в США вырос в 12 раз. Это исторический рекорд. За две недели количество обращений за пособиями увеличилось с 300 до 3 миллионов. Внезапная остановка экономики страны плюс сокращение потребительских расходов дает основание экономистам прогнозировать самое существенное сокращение ВВП во втором квартале. Это произойдет впервые с 1947 года. В мае американский Boeing планирует вновь запустить в производство авиалайнер 737 MAX. Главный приоритет – восстановление репутаций перевозчика. Производство марки приостановили в январе. Это произошло после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. В них погибли 346 человек. В обоих случаях причиной крушения стал сбой в работе системы, которая отвечает за угол наклона носа высоты. Стоимость Apple в очередной раз превысила триллион долларов. Котировки яблочного производителя восстановились на фоне общего оптимизма на мировых рынках. Инвесторы скупали бумаги в ожидании того, что Конгресс одобрит пакет помощи экономике США. Эксперты при этом настаивают – цифры продаж продукции поможут нарастить первое поколение iPhone с поддержкой 5G. Устройства, как ожидаются, выйдут на рынок в конце года. Отпустили грехи из-за чрезвычайной ситуации с пандемией. Католическая церковь идет на небывалые меры. Всем заразившимся коронавирусом, их родственникам, а также врачам, Папа Римский даровал индульгенцию. Мера не окончательное прощение греха, а временная отмена наказания за него, уверяет Ватикан. Получить ее могут все, кто будет смотреть трансляции службы через интернет, читать Библию и молиться о прекращении эпидемии. Беларусь, помни, мэр Бобруйска лично поздравил с днем рождения ветерана. Ольгу Головкину знает весь город. Женщина награждена орденом Великой Отечественной войны юбилейными медалями. На праздник пригласили и мою коллегу Марию Бушкевич. Марина, роднуля, ну ты придешь? 95-летняя Ольга Головкина радушно принимает гостей. Целая делегация во главе с мэром Александром Студневым приехала поздравить юбиляра с праздником. Подарили роскошный букет, большой торт, фотографии и открытку. Конфите теплых слов сказали хозяйки дома. Основная задача нашего поколения, исполнительной власти, наверное, сказать всегда огромное слово благодарности тем людям, которые подарили нам жизнь, подарили нам победу, и мы живем под этим светлым небом. Это человек, который постоянно в курсе всех событий города, он постоянно участвует во всех наших мероприятиях. За это огромное слово благодарности, и мы говорим всегда огромное спасибо, что у нас в городе живут такие люди. Ольга Кузьминична – самая младшая в семье, 13-я. На фронт ушла 18. Служила под Сталинградом прожектористом. Как сейчас помнят, после боев в этом городе вручили кусок ткани на платье и 10 килограмм муки. Мы освещали самолеты, которые летели бомбить наши города. Свещаем, а зенитки сбивают. Много было случаев, что были сбиты самолеты. В Абруск с мужем военным Ольга Кузьминична переехала 54 года назад. С тех пор нажила несметное богатство – двое сыновей, четверо внуков и шесть правнуков. Несмотря на столь почетный возраст, Ольга Головкина живет активно. Каждый день три часа гуляет по улице и по-прежнему находит время, чтобы пообщаться с юными бобручанами, и пропускает ни одной встречи ветеранов. До 8 марта даже танцевала на приеме с мэром. Конечно, это что-то необыкновенное было. Не верила я сама себе, что сижу с мэром, что танцую с ним. Ну, я сейчас как на пенсии, на пенсии уже. Ну, конечно, меня приглашают на собрание. Хожу я в школу, навстречу ученикам, даже в детсадик хожу. И живу спокойно, тихо, замкнуто. Да, вот так. В Бобруйске сейчас 113 ветеранов. Ольга Головкина откровенничает. Ее двери всегда открыты для тех, кто хочет узнать о победе советского народа не со страниц учебников, а из уст самого свидетеля войны. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобрусь-360 и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова